И продвигаемся. Что есть такое? Ну что ж, я уже вижу два швайна, так что можно подойти. Аккуратненько, я надеюсь, они нас не заметят. Если что, лучше, конечно, выбрать автомат, чтобы сразу выпустить очередь и положить противника. Давайте посмотрим. А еще у меня есть шесть гранат, что я, в принципе, сейчас и сделаю. Кидаем гранатку. Ух, не порвало их. К сожалению, не получилось с фейерверка, но тем не менее. Давайте попробуем как-то аккуратненько. И получается, видите, хочу между бочками вот сюда. А, убил, молодец. Все-таки наши ребята хорошо стреляют. Это уже похвально. Ну что ж, ждем, видите, заполняется. Когда будет полностью красное, значит враг может нас атаковать. Можно не дожидаться этого момента, а просто перескочить и подойти, убить его лоб в лоб. Тоже такая возможность есть. Все. А что, следующее, что я хочу сделать? А, тихо, тихо, тихо. Так, занимаем позицию, пока нас не убили. Значит, я хочу выбрать наш отряд, они под огнем. Давайте попросим их, чтобы кинули гранату. Пока что они мешкуют немножко. Но, тем не менее. Есть такое дело. Дело в том, что американская винтовка, она не очень точная. Поэтому я хочу сейчас забрать немецкую. Она просто феноменальная по точности. Здесь немножко косит это дело. Видите, пулеметный расчет стоит рядом с нами. Мы уничтожили с вами немецкие патрули. Хорошо. Что-то такое. Один наш, к сожалению, пока что раненый. Но надеюсь, что все будет хорошо. Так что у нас тут по оружию. Вот. К-98К. Забираем. Пушка просто феноменальная. В принципе, сейчас покажу вам на новом отряде немецком. Посмотрим, что это такое. Пока что без оптики. Само собой, с оптикой было бы намного интереснее. Итак, давайте подбираем. Ко мне, ко мне, ко мне, ребята. Кого они там стреляют. Пока что, видите, один с нами бежит. Но это до ближайшей контрольной точки. Дальше ситуация будет получше. Вот, контрольная точка. Теперь, по идее, не оба должны быть. Нет. Да, вон он бежит. Аллилуйя, хвала небеса, он ожил. Значит, здесь есть мельница. Давайте попробуем подняться. Посмотрим. Что там такое? Можно будет изучить сверху, посмотреть, где находятся посты противника, чтобы понять ситуацию. Прекрасно. Можно попробовать, конечно, отсюда вести огонь. Ну, я не знаю. Давайте посмотрим. А, не попал. Не попал. Видите, они пока что меня не видят. То есть убивают с одного удара. Тут прицел не очень удачный. Поэтому приходится вот так вот как-то стрелять. Точка просто отличная. Дело в том, что им попасть сюда довольно проблемно. А мы с вами без проблем сможем вынести весь патруль немецкий, который здесь находится. Опа. И остался последний. Все. Мы уничтожили немцев на ферме. И теперь я могу возвращаться с чистой душой. Самое смешное, что мы в одиночку все это сделали. И наши ребята все живы и здоровы. Где они там продолжают лясы точить, пока что не ясно. Вот они. Пулеметный расчет. В принципе, пулеметный расчет нужен для того, чтобы отвлечь врага подавляющим огнем. Чтобы враг был подавлен. И можно было бы обижать его с тыла, к примеру. И зайти с фланга. Как кому больше нравится. Но лично я так делал. Когда играл еще на Xbox. Я помню, как только купил Xbox, как раз и вышла эта игрушка. Так. Что у нас здесь? Конечно, графика на Xbox была немножко попроще, если я не ошибаюсь. То здесь можно выкрутить все на максимум. Но для 2008 года очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Значит, надо быть во все оружии. Потому что враги могут подкрасться. Очень зимой. Началось. Значит, смотрите, что мы делаем. У нас есть отряд, пулеметный расчет. Мы их закрепим, пожалуй, вот здесь. Я отправляю их сюда. Быстро, 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 парни. Не получилось. Значит, у нас наверху, видите, на втором этаже, там засел тоже один из пулеметчиков немецких. Так что давайте подождем. Вот, прекрасно. Их там, судя по всему, очень много. Поэтому одного убивают, сразу занимает его позицию другой. Ну что, наши ребята, что-то они, видите, они отвлекают того, пока что у него такой серый круг, значит, что говорит о том, что враг подавлен. Он не будет атаковать нас. Он, конечно же, не глупый лезть на рожон, да и прямо под пули наши. Поэтому будет отсиживаться в укрытии. Так, давайте пробежимся. Вот он. Один, значит, наверху, второй внизу. Сейчас у них заполнится, и он появится, по идее. Нет. Странно. Ну, в принципе, не страшно. Мы здесь пройдем. Кстати, вот такие вот укрытия, как заборы, можно разрушать. То есть, долго вы здесь просидеть не сможете. Так, с этим готово. А наверх я бы мог кинуть гранату, но, тем не менее. Давайте попросим наших ребят, чтобы атаковали. А, тихо, тихо, тихо. Все. С этим готово. Я попробую взять автомат и пройти. Давайте попросим наших ребят, чтобы они подошли к нам. И посмотрим, что в этом доме есть. Что здесь, чем поживиться. Я думаю, что на втором этаже там наверняка много фашистов. Аккуратно. У, как жутко. А, закончились патроны. Это плохо. Все. Вроде бы больше никого нету. Да, видите, такие частые подгрузки. Но, в принципе, не критично. Все довольно быстро происходит. Очень хорошо. Вот. Пулеметный расчет немецкий мы вынесли. Теперь можно возвращаться обратно. Здесь вроде бы можно было пройти, да. А, варь. Черт, 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 черт. Они меня чуть врасплох не застали. Потому что было бы очень жестко. Контрольная точка, друзья. Пробегаемся быстро до пулеметного расчета. Давайте возьмем его. На месте. Нажмите Q, чтобы встать. Что там? Ага. Вот оно что. Прекройте нас с этого рубежа. Я иду. Из-за своей башки ничего не видно было. Вот, смотрите. Мы встали за пулеметный расчет. И теперь я могу наказать этих немцев. А, тра-та-та-та-та-та. Вот так вот. Наши ребята по-прежнему могут отдыхать. Мы, в принципе, все сделаем сами. Без проблем. Очень четко стреляет. Если, конечно, стрелять очередями. Если так вот хаотично, то... Перезарядка. Ну что, поехали. Посмотрим. Вражинки, конечно, очень много. Плюс, смотрите, еще десантура высаживается. Отразите немецкую контратаку. Все. Можно отсюда валить. Взять, к сожалению, его с собой нельзя. Судя по всему, он очень тяжелый. Хотя, в принципе, по идее, можно, наверное. Но мне такой не нужен. У меня, в принципе, свой арсенал. Так что... Пулеметный расчет у нас есть. Смотрите, вот переносной. Видите, пулемет? У одного из наших ребят. Поэтому париться на этот счет особо не стоит. Продвигаемся далее. Будем смотреть, что у них такое. Можно подбирать периодические патроны. Тоже очень нужная вещь. Перепрыгиваем. Бейкер. Мэтт! Я слышал, что ты с парнями попал в разведку. Но не ожидал, что это ты будешь ждать нас в зоне высадки. Сэр! Бейкер! Да, я помню. У меня неважная память на имена. Но ваши я частенько слышу со дня Д. Буду признателен, если вы займетесь этим. Получим планером в дивизии или кит на юг. Я уже ротировал одному из ваших членов, чтобы прибыли... В Голландии клаксон все так же говорит. Уйди с дороги, мать твою! Простите, сэр. Мы готовы выступить в любое время, сержант. Что с разведданными? Мы точно знаем, что немцы атакуют планеры? Дурацкий ход. Мы не знаем точно, поэтому затея называется разведкой. О да, я прекрасно понимаю, что это значит. Мы сдохнем первыми, защищая начальство. Ясно? Евангелие от Холдена. Продолжаем играть. Видите, сразу закончилась заставочка, так что... А, тихо, тихо, тихо. Вот, вижу уже немецкие позиции. Давайте попробуем занять точку здесь. Ух, как много фашистов! Мать вашу! Я думаю, что лучше всего будет, если они сюда приблизятся, кинуть гранатку. Давайте кидаем, кидай, кидай, кидай! Должно сейчас рвануть классно, давайте посмотрим. Тыщ! У-ху-ху-ху! Мать твою! Ноги, руки, головы, все поразлеталось. Все поразлеталось просто феноменально. С расчлененкой здесь все в порядке. Я кидаю еще одну гранату. А, недолет. Что у нас? У нас есть один раненый, давайте посмотрим. У нас только пулеметный расчет. Я по-по-по-по-по-по-попробую их сюда. Думаю, что здесь будет хорошая позиция. А сам попробую пройти мимо той тележки. Давай, 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 в темпе. Вот, видите, как мы их окружили? Попробуем. Тыщ! Хе-хе-хе! Хе-хе! Хе-хет-шот! Хе-хе-хет-хе-хет-хе-хет-хе-хет-хет! Тихо-тихо, они разваляли мою тережку. Видите, она еле-еле душа в теле Поэтому давайте попробуем Пока что враг подавлен Но это не мешает мне поставить ему пару хедшотиков Теперь можно выбрать автомат И подойти поближе посмотреть, что там такое Пока наши стреляют Видите, враг подавлен Я могу зайти с тылу Все, а с этими мы расправились Мне очень понравилось Черт возьми Смотрите, у него полголовы нету Безмозглый фашист Ноги, руки, то есть расчлененка здесь на уровне Жесть какая Да, удачно мы кинули гранату Мне тоже, в принципе, это понравилось Так, еще бегут Бегут, бегут Их там очень много, поэтому давайте посмотрим Пошлем сюда наших ребят А сами займем позицию Немножко далее Вот здесь Что тут у нас Так, наши бегут Хорошо Видите, пока они не понимают, что происходит Мы можем быстро с ними расправиться Дело в том, что там, скорее всего, тоже один из наших отрядов Быть очень внимательным Так Стало чисто, но это явно ненадолго Да, вон, вон один побежал Давайте попробуем Я не понимаю, почему не могу его убить Это даже смешно, он столько пуль выпустил Может, какой-то глючок произошел, не знаю Вот, наши напарники добили этого немца Теперь можно пройти Посмотрим Нажимаем четверку И зовем наших ребят к нам Чтобы перегруппироваться Ух, там немцев Ух, хоть жопой жой А вон наши, смотрите, видите Наши ребята Это хорошо Значит, я посылаю своих сюда Пусть они подойдут Что у нас там такое Без оптики, в принципе, нереально так дострельнуть Хотя Можно приловчиться, я думаю Но лучше, конечно же, пробежаться Вижу уже, смотрите, немцы бегут Вот эти красные кружки Говорят о том, что вражины здесь хоть жопой жуй Поэтому я ставлю здесь свои ребята Своих ребят пусть стреляют А сами попробуем Посмотреть, что здесь у нас А, не могу прицелиться Черт возьми Самое обидное еще Что очень мало патронов В этой немецкой пушке Этот факт огорчает, конечно Все, с этими мы расправились Вижу там еще двое Смотрите, два, четыре, пять позиций с немцами Поэтому Можно провести Разведку местности Можно было написано Значит, давайте попробуем Что-то мы косим жестко Вот Не получается пока нормально прицелиться Надо сосредоточиться И смысла нету бежать напролом Потому что сразу кончат здесь И все На этом песня наша закончится Я не понимаю Я вроде бы стреляю точно в голову Но не попадаю в него Какая-то странная здесь Ситуация Патроны-то не бесконечные Что самое интересное С этим готово Получается, знаете, как Просто какой-то тир Давайте наших сюда пошлем Пусть постреляют А мы заодно их прикроем По крайней мере так хотелось бы Вот я стреляю ему четко В голову И не могу его убить Все, то есть Я не знаю, почему так происходит Значит, судя по всему Здесь какое-то смещение В прицеле Надо будет целиться Чуть ниже Чем я обычно делаю Думаю, что Это беспроигрышно Видите, я если точно целюсь В голову Я не могу его убить Я даже не знаю Почему так происходит Давайте пробежимся Вот, сказка его слетела Это, конечно, прекрасно Но это мало что дало Здесь были патроны Надо взять обязательно патрончики Подбираем патроны и гранаты Очень нужная вещь И продолжаем наше движение Там остался последний Фашист, которого надо снять Давайте возьмем Наш пистолет Иди сюда Ух, таких тут много Целых двое оказалось Видите, они тут все заняли позицию Охраняйте место крушения планера Охраняйте место крушения Вот наши ребята едут Давайте встретимся Хардсоком Пообщаемся Нам даже посигналили Нам удалось собрать всю технику После того, как мы связались с Синком Он приказал следовать в Соне Вместе с 506-м Во время аварии Моему джипу досталось Он в дерево влетел Ну, в тот момент Он дум не управляет О, нет Подозрительно стоящее дерево Может быть, это был Закоммуфированный немец В укрытие, ребята Я нас спасу Вперед, ребята Синкориум до войны работал на текстильной фабрике В Агасте Штат Джорджи Он никогда не жаловался И не спорил с приказами Но с ним что-то не так Это видно по его глазам Трижды ему отказывали в повышении до сержанта Вряд ли он стерпит и четвертый раз Черт Дай ему волю Он бы мог командовать всей армией Синкориум до войны Синкориум до войны Синкориум до войны Ублюдок уже несколько минут лупит Панамы с 8-8 Кто, сэр? Немецкий командующий Аукон Они стреляют по деревьям Чтобы мы были у них как на ладони Отделение, ко мне! Майдите и уничтожьте это орудие Встретимся на мосту Сон-Бридж Есть, сэр Джаспер Тащи базуку Френки! Сюда, быстро! Что? Это на счастье Досталось от друга Уже спасла мне задницу Я поведу Джаспера с базукой И группу огневой поддержки Как районе города Я поведу второй звеной Зановича Через улицы Как будет возможно Мы вас прикроем Занович! Идем выше! Есть! Ну что, друзья Сделаем здесь небольшой перерывчик И продолжим буквально уже в следующей серии Так что подписывайтесь Если вы это еще не сделали Будем дальше походить Братьев по оружию Пока-пока!